Сегодня у нас в медицинском центре будет необычная операция. Два хирурга-травматолога-ортопеда единомоментно сделают операцию и на колене, и на голеностопном суставе. Я их попросила не входить в предоперационную, чтобы мы могли это показать. Здравствуйте! Два доктора прекрасных. Я хочу вот что сказать. Одномоментная операция на колене и на стопе. Вы на колене, вы прекрасный доктор Кабрецов на стопе. В чем суд? Почему вы решили сразу сделать и то, и другое? Можно же сегодня одно, потом три месяца восстановления, потом другое, еще три месяца. Почему решили вместе? Вот чтобы уменьшить это время восстановления, так как у пациентки и повреждения министерства, и проблемы со стопой, и обе проблемы беспокоят ее сейчас, мы решили уменьшить срок реабилитации. Кто на колене, кто на стопе? Ну, Артур Абелыч у нас специалист по хирургии коленного сустава, по малоинвазивной хирургии. В том числе я буду помогать пациентке с ее проблемой с деформациями пальцев на стопе. Здесь важный момент то, что обе ее проблемы, они на одной ноге. Это действительно важный момент, чтобы сократить срок реабилитации и восстановления, чтобы дважды не подвергаться анестезии на позах, хоть все и боятся, но тем не менее, как бы, сейчас это вроде не проблема, но тем не менее, для человека психологически комфортнее сделать это все в один шаг. Значит, и так, на стопе у нее вот такой вот холюсовый айгус, загнув палец, его надо выпрямить, правильно? А на колене? В коленном суставе у нее поврежден внутренний мениск коленного сустава. Грязь. Да, что вызывает повреждение хряща? Вы полностью его удаляете или нет? Частично. Мы будем удалять только ту часть, которая мешает и повреждает суставной хрящ. Я хочу сказать, что я вам желаю удачи, хорошей операции. Мы к вам заглянем, ладно? Спасибо. Так что, бойтесь, переодевайтесь. Удачи. Спасибо. Артур Абелыч, насколько я понимаю, сейчас основной этап операции. Вы, как любят говорить наши пациенты, почистили сустав, и сейчас решаете, что делать с мениском. Вот разрыв мениска, так называемый клюв попугая. Вот такой вот разрыв. Считается одним из самых сложных разрывов мениска. И, конечно, в такой ситуации мы будем убирать часть мениска, которая может мешаться в суставе. В общем-то, края мы обработали, но основная часть, основа этих менисков, она сохранена. Мы будем стараться сохранить ту часть мениска, которая не повреждена и не мешает суставе. Моя часть операции окончена. Сейчас мы перейдем к проблемам стопы. А здесь мы зашиваем. В своей части операции готовится второй доктор, доктор Кабрецов. Я хочу, чтобы вы нам показали, что вы будете делать. Да, Елена Васильевна, мы будем сегодня заниматься искривлением переднего отдела стопы. Ярко выраженная деформация пальцев первого и второго. Пациентка пришла к нам с ярко выраженными жалобами. Беспокоит в основном ее второй палец. Но для того, чтобы устранить всю проблему, мы будем лечить всю стопу. Начинаем с обезболивания. Сейчас мы выполнили доступ к первому плюснефаланговому суставу. Я попрошу пинцет. Мы видим головку первой плюсневой косточки. Ну и такие достаточно выраженные наплывы, можно их назвать, в костной ткани. Сейчас мы их уберем. Это то, что возникает как раз в области вот той красной части, в области шишки. За счет длительного периода механического раздражения и воспаления в этой зоне. Сейчас мы это уберем. Это называется операция ШД. И дальше непосредственно начнем выполнять фигурную корригирующую остеотомию. По сравнению с ортроскопической частью операции, данная часть операции намного сложнее и представляет собой более творческий подход в плане воссоздания правильной архитектуры и геометрии стопы. Вот сейчас глобально все этапы операции подходят к концу. Я хочу, чтобы мы увидели, как выглядит стопа. Видно, что уже пальчики абсолютно ровные. Стас навести красоту. Я хочу вам один вопрос задать. Все, вы закончили, да? Да. Какие результаты операции и на стопе, и на колене, Артур Абельович? Сейчас прямо с коленой начнем. Итак, мы сделали атероскопию коленного сустава, убрали поврежденный участок мениска, полечили хрящ, поврежденный в суставе, и в дальнейшем пациентка сможет нормально ходить и реабилитироваться. Также мы сегодня устранили ее проблему в области стопы. Пальчики теперь ровные. Ждем теперь только старейшего заживления. Такой операции мы позволили сократить свою реабилитацию практически в два раза. Спасибо вам, Елена Васильевна, что вы сегодня были с нами. Продолжение следует...